Это первые кадры с запуска производства МОКС-топлива в закрытом городе Железногорске. Кругом не души, это радиоактивный процесс. Людям здесь нельзя находиться. Все автоматизировано. МОКС-топлива – это смесь обогащенных окисей урана и плутония. Получается из отработавшего ядерного топлива. Промышленный комплекс по его производству создан впервые в мире. А вот эта дверь, которую я едва-едва толкаю, весит около 800 килограммов. Но показать, что там за ней полностью, мы не можем даже сейчас. Могу сказать единственное, что здесь будет идти сборка готовой продукции. И сразу, как только все заработает в полную мощь, попасть сюда за эту дверь не смогут даже сотрудники. Давняя мечта всех атомщиков – запуск супермощных быстрых реакторов, которые не просто расходуют топливо, а позволяют его нарабатывать, получить, по сути, безотходную технологию. Это действительно является топливом будущего, поскольку позволяет вовлечь тот наработанный плутоний и те радиоактивные элементы, и повторно использовать их для получения энергии, с одной стороны. А с другой стороны, это позволяет утилизировать данные высокоактивные элементы и сделать их более безопасными. А наработанного очень токсичного плутония на планете накоплены сотни тонн. Как его утилизировать – головная боль всего мира. Теперь же его пускают в работу для производства новой энергии здесь, в Железногорске, на глубине более 200 метров прямо в горе, где расположен целый подземный атомный город. Когда подобный завод пытались построить американцы для тепловых реакторов, потратили около 8 миллиардов долларов. В итоге признали технологию слишком затратной и приостановили проект. В России запуск производства обошелся примерно в 30 раз дешевле – чуть больше 9 миллиардов рублей. И эти вложения, говорят атомщики, не сразу, но окупятся.